Здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне 29 лет, и я участница третьего марафона женственности от Алексея Ольги Валяевых, а именно возвращение к себе. Марафон оставил массу впечатлений, результаты, которые я в себе подчеркнула. Хотелось бы поделиться с вами ими. Это мой первый опыт прохождения такого марафона, и хочу сказать, что очень понравился формат прохождения данного марафона. Благодаря ежедневным отчетам в письменном виде, марафон помог мне быть более организованнее, более дисциплинированнее. А самое главное, что он помог мне наблюдать ежедневно за собой, за своими эмоциями, за тем, что я делаю для достижения своих маленьких целей и больших, соответственно. Меня в какой-то мере даже шокировали, потому что я никогда не думала даже, что вот такие моменты, например, как проговаривание своих обид, они настолько важны именно для возвращения к себе, забота о себе, любовь к себе. Я не думала, что это настолько важно, но благодаря этому марафону я пришла более или менее. Я думаю, что это уже каждый для себя решает. У меня есть ощущение того, что мне удалось пройти этот шаг, мне удалось пройти этот барьер. И сейчас я могу сказать, что отношение к самой себе, оно намного лучше, оно действительно лучше, потому что с того момента, как меняется отношение к себе, меняется и отношение окружающих к тебе. И не зря говорят, что сперва полюби самого себя, а потом уже и другие тебя полюбят. Вот это я прочувствовала на себе. Я с таким большим и детским нетерпением ждала появления каждого задания. Я всё думала, гадала. Вот что может быть круче, вот что появится, какое задание будет следующее, что может быть круче этого. Но оно действительно было так. Каждое задание, оно интриговало. Оно настолько... У меня изначально было так, что когда я прочитаю задание, я должна вначале понять, что это такое, а почему так, а почему это так настолько важно. И только потом я уже предпринимала какие-то шаги для выполнения данного задания. Проделанной работы, конечно, очень много. Хоть и есть ощущение такое послевкусие, что хотелось бы больше, ещё больше дней данного марафона. Мне кажется, что два месяца они недостаточно для того, чтобы себя полностью познать. Но есть эти направления, указатели. Так что всегда можно работать дальше и дальше. Но у меня ощущение, что я всё-таки вернусь ещё к дальнейшему марафонам. Есть момент того, что мне понравилось именно в себе, результат, который я в себе подчеркнула, что я меньше стала осуждать окружающих. У меня вот прямо такой критичный момент был. Мне казалось, что я даже как-то для себя его не осуждением называла, но я говорила, нет, я просто наблюдаю. То есть я сама себе это объясняла, что нет, это ты не осуждаешь. Ты просто вот наблюдаешь, да, ты высказываешь своё мнение. Нет, всё это было неправдой, потому что был какой-то дискомфорт после этих моментов осуждений. А сейчас у меня получилось так, что я даже по-другому смотрю на людей, которых я раньше осуждала или как-то высказывалась резко в их сторону. Сейчас я вижу их сильные стороны, и мне прямо вот так хорошо от этого становится. Ощущение очень приятное такое на душе, что я вижу, я вижу, что мир действительно прекрасен, он наполнен любовью, он наполнен красивыми людьми. Ведь все мы грешные, все мы совершаем какие-то ошибки. И это немаловажно. Немаловажно видеть красоту вокруг себя. Мы привыкли, что часто не замечаем самых маленьких деталей, которые, в принципе, и есть, наше счастье. А благодаря марафону я вижу, я понимаю, что я достаточно счастливый человек, у меня есть семья, у меня есть детки. Это, в принципе, то, к чему я стремилась, это то, что мне Вселенная Бог подарил. Поэтому нет каких-либо препятствий к тому, чтобы ты был счастливым человеком, гармоничен с самим собой. Это действительно очень важно, я это прочувствовала. Но самый такой трогательный для меня момент и для моей семьи, это было то, что весь марафон я проходила в состоянии беременности. И как раз на финальном отчете, после того, как я его уже заполнила, я родила девочку. У нас сейчас трое деток. И самым таким моим большим достижением именно этот момент, то, что я родила девочку, а связано это с тем, что с первой беременностью мы с мужем решили, что мы не будем знать пол ребенка до самого рождения. Пусть это будет для нас большим сюрпризом. И так получилось и с первым, и со вторым малышом. Нам очень хотелось и мальчишек. Вселенная нас услышала и подарила нам мальчишек. А третью беременность мы хотели уже девочку, принцессу. И так совпало, что я как раз проходила этот марафон. Я доверилась на 100% Богу и Вселенной. И я подумала, что даже прохождение этого марафона женственности, он должен быть как знаком того, что к нам идет девочка. То есть женская сила, женская энергия. И действительно так и произошло. Нам Бог подарил прекрасную принцессу. Он для меня является самым трогательным моментом. И подтверждение того, что наши мысли работают, наши желания работают. Стоит только довериться самому себе, Богу и Вселенной. Остальное все же придет само собой. Я желаю всем тем, которые находятся на пути в поисках себя, найти все-таки самого себя, быть счастливыми. Я благодарна чрезмерно Вселенной, Богу, за то, что я смогла пройти этот марафон женственности. И я благодарна Ольге и Алексею за то, что они смогли подарить такой шанс прохождения данного марафона. Я благодарна мужу за то, что он с большим пониманием и терпением относится ко всем моим переменам, ко всем моим желаниям стать лучше. Своим деткам благодарна за то, что они также испытывают на себе все мои, так сказать, эксперименты. За то, что они просто есть. И я их очень сильно люблю. Я благодарна всем, которые меня поддерживали. И всем тем, которые принимают меня такой, какая я и есть. Всем удачи. Желаю всем мира, добра и быть счастливыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok